Спасибо большое. Спасибо. Позицией, выводами и предложениями вынуждены считаться и считаются и экспертное сообщество, и представители власти. В сфере вашей деятельности были и остаются самые разные проблемы. Это и развитие межнациональных отношений, и противодействие коррупции, вопросы экологии, здравоохранения, культуры, образования. Общественная палата стала действительно органом качественной экспертизы, в том числе и, прежде всего, законопроектов, а также эффективной площадкой для диалога между гражданами и властью. Она внесла вклад в формирование культуры общественной дискуссии, что очень важно, особенно для начала работы Общественной палаты. В то время мы хорошо помним, как эта дискуссия развивалась подчас. Конечно, хотелось качественного улучшения. Ну и ещё раз хочу сказать, думаю, что вы внесли существенный вклад в этот позитивный процесс. Здесь в Общественной палате во главе угла всегда были и остаются интересы общества, граждан страны. Искренне благодарю вас за ту помощь, которую вы оказали жителям российских регионов, пострадавшим от различных стихийных бедствий. Вы оперативно проводите масштабные акции и всегда собираете значительные средства. Такое деятельное участие – свидетельство вашего неравнодушного отношения к людям и в целом к жизни общества. За прошедшие десятилетия немаловажнейших инициатив Палаты получили законодательное оформление или активную поддержку правительству. Это содействие развитию благотворительной деятельности и добровольчества. Создание условий для общественного контроля за работой органов власти. Запуск системы общественного мониторинга единого государственного экзамена. А также организация общественных наблюдательных комиссий за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания, регулирования и горного бизнеса и некоторые другие направления. Особо хотел бы отметить вашу поддержку некоммерческого сектора. Так вы активно участвовали в разработке поправок к законам, которые касались социально ориентированных некоммерческих организаций, созданию условий для их деятельности. Огромное значение имеют и проводимые Палатой так называемые нулевые чтения социально значимых законопроектов. Это повседневная работа обеспечения доступа общественности к законотворчеству и есть реальный механизм прямой демократии, которую мы последовательно развиваем. И будем это делать дальше. Знаю, что Палата выступила с предложением об обновлении законодательного регулирования некоммерческого сектора. В том числе и о создании современного единого реестра НКО. Потребность в таких изменениях возникла в результате тщательного анализа деятельности некоммерческих организаций. В России их более 220 тысяч. И очевидно, что нужны четкие критерии, по которым можно выделить наиболее востребованные в обществе направления их деятельности. Важно, что эти законодательные инициативы сейчас разрабатываются в тесном взаимодействии с представителями так называемого третьего сектора. Приветствую также новый проект Палаты «Перспектива». Его цель – определение лидеров НКО, занимающихся в регионах конкретными, полезными для общества делами и завоевавшими авторитет среди граждан. Считаю такой подход очень своевременным. Ведь при активном гражданском и социальном участии не только решаются многие наболевшие проблемы, но и укрепляется патриотический дух, продвигаются наши общенациональные ценности. И такая позиция, такое отношение к жизни, к своей стране должны всемирно поощряться обществом. Кроме того, полезно знать, какие НКО и чем занимаются, и их проекты, как работают на практике их проекта. Получают ли они в своих регионах помощь из бюджета, другую поддержку, с какими трудностями они сталкиваются при решении тех задач, ради которых они создавались. Такая информация большой задел на будущее, основа для дальнейшего успешного развития третьего сектора, который на равных способен работать вместе с малым бизнесом, с муниципальными учреждениями, причем по самым разным социальным направлениям. Дорогие друзья, общественная работа – дело сугубо добровольное. Она не сулит ни благ, ни льгот, но требует огромной ответственности, и берутся за нее по зову сердца и долга, как правило, совмещая с выполнением своих профессиональных обязанностей, отдавая общественной деятельности почти все свое свободное время. За прошедшее десятилетие вы смогли сделать немало полезного и нужного для нашей страны, и общество вправе рассчитывать, что эффективность вашей работы будет только возрастать. Во всяком случае, мы все на это надеемся. Большое вам спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, год назад на встрече с новым составом Общественной палаты России мы определили основные направления нашей работы, и сегодня хотели бы вместе с коллегами рассказать вам о том, что же нам удалось сделать, а что, может быть, еще нет. Одной из первых задач, которую мы ставили для себя год назад, это были как раз-таки нулевые чтения. На этой теме вы не раз сделали акценты в своих выступлениях и в послании к Федеральному собранию. За прошедший год нам удалось перезагрузить качественно этот процесс. В первую очередь мы обратили внимание на качество нашей экспертизы, расширили и усилили экспертно-консультационный совет. У нас более 80 юристов, экономистов, аналитиков со всей страны занимаются этими вопросами и помогают нам в вопросах экспертизы. За прошедший год мы через формат нулевых чтений пропустили 24 законопроекта. И необходимо отметить, что статистика пока, что называется, не в нашу пользу. Ну, наверное, это нормально для такого первого года работы. А именно 10 законопроектов, вернее, мнение общественной палаты в 10 случаях были учтены Государственной Думой и Советом Федерации. В 14 случаях законопроекты прошли практически без изменений, которые мы предлагали. Наверное, с одной стороны, это говорит о том, что нам есть еще над чем работать, в первую очередь в части экспертизы. Но, с другой стороны, мы это видим по некоторым отдельным законопроектам, в результате слушаний, по которым создавалась, конечно, такая настоящая турбулентность. И мы понимаем, что не все очень рады из федеральных органов исполнительной власти, может быть, из Госдумы, может быть, из регионов тому, что теперь мнение общественности будет и постоянно будет представлено вот в таком экспертном формате. Нам есть над чем работать. И, если позволите, наша коллега Лидия Михеева чуть позже расскажет более подробно об этой работе. Второй немаловажной задачей мы ставили для себя задачу, чтобы Общественная Палата России стала настоящим социальным лифтом, в первую очередь для гражданских активистов. Вы уже упомянули о проекте «Перспектива». Спасибо вам большое. Это действительно очень важный проект. Мы его запустили в 2015 году. Это некий поисковик новых лидеров общественного мнения. Причем, что очень важно, вот на примере вчерашнего дня, площадка Общественной Палаты и все наши пленарные заседания, они открыты для презентации любых проектов, вне зависимости от размера населенного пункта, откуда активист, от размера проекта. И вот вчера замечательный проект из Новосибирска. Молодые волонтеры поддерживают одиноких пожилых людей. Они называли цифру 18 человек, которых они сейчас поддерживают. И потом журналист меня спрашивает, слушайте, ну неужели это вот тот масштаб Общественной Палаты России, которым вы занимаетесь. Вот мы с коллегами считаем, что для нас не может быть малых проектов или больших проектов. Зачастую малые проекты – это начало с чего-то очень большого, системного, которое даст, может быть, даже больший результат, чем многочисленные программы, концепции. Проект «Перспектива» мы считаем, что уже состоялся, поскольку в работе более 40 реальных проектов, которым мы помогаем выйти на федеральный уровень и помогаем их транслировать в других регионах. То есть это самые успешные практики. Третья задача, наверное, одна из тоже самых важных – это формирование общественных советов при федеральных органах исполнительной власти. Здесь, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что пока с этой задачей мы в полном объеме не справились. Здесь есть и объективные причины. В связи с вашим поручением от августа 2014 года мы с открытым правительством в течение 10 месяцев разрабатывали соответствующие изменения в законодательство. Но уже сейчас запущен процесс приведения нормативной базы в соответствующий вид, и нам это позволит уже с осени, в 2016 году, плотно заняться этим вопросом. И очень важно отметить, что почему мы потратили столько времени на решение этой задачи. Мы кардинально изменили подход к формированию общественных советов. Теперь это должны быть абсолютно прозрачные процедуры с участием, безусловно, общественной палаты России. И, что очень важно, мы постарались сделать так, чтобы каждый общественный совет по федеральным органам исполнительной власти состоял бы из действительно лидеров общественного мнения, из экспертов и специалистов в этой области, безусловно, учитывая мнение непосредственно министерства. Вот, если вкратце, о тех трех основных задачах, о которых мы говорили в прошлом году. Если позволите, я бы хотел предоставить нашим коллегам слово для более широкого выступления. Спасибо. Позвольте слово предоставить Наталье Ивановне Вавиловой, руководитель президиума Совета региональных общественных палат. Добрый день, Владимир Владимирович. Добрый день, уважаемые коллеги. Владимир Владимирович, ровно год назад вы поддержали нашу идею по созданию закона, модельного закона о региональных общественных палатах. И мы вам за это очень признательны. И нужно сказать, что благодаря вашей поддержке мы проделали очень существенную работу. Нам очень помог Совет Федерации. Мы проанализировали вместе с регионами деятельность наших общественных палат, посмотрели все вызовы сегодняшнего дня, как это все реализуется. И общественные палаты сегодня созданы практически во всех наших регионах. И нужно сказать, что это значительная сила и подмога и нашему обществу, и нашей власти в решении многих социальных проблем. Но, вы знаете, я должна вам сказать, что от региона к региону жизнь этих палат, их функционирование, их составы, разница по очень многим проблемам. В одних выбирает только губернатор, в третьих там даются рекомендации быть представителем и помощником депутатов. То есть получается таким образом, что вот эта практика, она не сможет решить те задачи и проблемы, которые мы поставили по нашим региональным палатам. И модельный закон, к сожалению, не решит вот эти проблемы единого принципа подхода к формированию наших общественных палат. Вы понимаете, что вот это будет так складываться, что в наши палаты будут приходить люди, для которых общественная работа не всегда это требование его сердца и его желание работать. И самое главное, что такие палаты не будут выполнять свою самую важную, самую главную функцию, которая заключается в проведении диалога власти, общества и каждого человека в отдельности. Вы понимаете, это должны быть независимые палаты, которые могут самостоятельно, имея свой рейтинг, имея свое финансирование, решать эти проблемы действительно на независимой основе. Это очень и очень важно. Поэтому сегодня, к сожалению, решить вот эту проблему только нашим законам модельным мы никак не сможем. Я должна сказать, что сегодня в мире, и всем очень хорошо известно, у нас сегодня на первый план выходит мягкая сила. И я убеждена, если у нас будут единые принципы создания общественных палат, вот эти палаты могут стать той мягкой силой, которая будет способна заранее решить вопросы. Есть лидеры, которые могут договориться и с властью, и с каждым человеком, и с обществом в целом. И мы с вами сможем предотвратить вот эти выходы на улицу людей задолго до их, когда это уже будет кризис накалиться до основания. Это можно решить все накануне. И я думаю, что сегодня мы бы очень просили вас обратиться вот к этому вопросу, и я выражаю мнение наших региональных палат. Нам, конечно, нужен закон об общих принципах организации и деятельности общественных палат-субъектов. Мы должны иметь общие принципы их формирования, их состава, их финансовое обеспечение, которое должно быть отдельной строкой в региональных наших органах власти, которые должны этот вопрос решить. И самое главное, на мой взгляд, мы должны подумать о том, как формировать эти палаты. И мне кажется, что я выражу мнение наших всех региональных палат, где одна треть должна, конечно, быть представлена исполнительным органом субъекта власти. Но нам бы хотелось, чтобы в этом составе были представители общероссийских организаций, которые есть в этом регионе, межрегиональных организаций. И они бы уже создали первую часть нашего актива. Вторую часть, которую выбирает законодательная власть, тоже на конкурсной основе, это должны быть представители региональных общественных палат. И уже две трети будут избирать представителей местных общественных палат. На наш взгляд, такой алгоритм позволит сделать нашу региональную палату действенной, независимой, конструктивной, умеющей правильно критиковать, вносить хорошие предложения. И я думаю, что это будет большая польза нашему обществу. Спасибо. Изначально ведь мы планировали общественную палату России для того, ее принципы, ее формирования и направления деятельности, для того, чтобы расширить базу демократии. Вот в прямом смысле этого слова, без всяких громких выражений. Это так и есть, потому что существующие структуры, они сегодня, и не только в нашей стране, но и во многих других странах, они недостаточно. Вот эта парламентская демократия, она уже всего не охватывает. И парламенты региональные, и общенациональные, не только наши, они, к сожалению, не всегда и неполно отражают мнение общества. Поэтому это дополнительный инструмент. Но, тем не менее, нужно сделать так, чтобы общественные палаты не были вторым изданием региональных, в данном случае, парламентов. Нужно внимательно разобраться в компетенциях, в принципах формирования. Давайте проекты рассмотрим вместе, поработаем. Спасибо, Владимир Владимирович. О нулевых чтениях более подробно члены общественной палаты Лидия Юрина Михеева. Уважаемый Владимир Владимирович, вы неоднократно говорили о необходимости предварительной общественной экспертизы, обсуждения любых. Важнейших проектов и, прежде всего, законов. Вы ввели в оборот термин «нулевые чтения». Сегодня общественная палата хочет сказать вам, что он наполнился уже конкретным содержанием. Год назад мы говорили также о нулевых чтениях, но теперь, спустя год, мы не сетуем на то, что не всегда заключение общественной палаты интересно. Мы хотим сказать, что и Палата России, и общественная палата субъектов Российской Федерации усилили свою работу в этом отношении и сделали экспертизу вполне профессиональной. Сегодня «нулевые чтения» — это, прежде всего, встреча на одной площадке всех, кто имеет отношение к будущему закону, к законопроекту. Мы приглашаем для участия в обсуждении широкий круг экспертов в области права, экономики, медицины, во всех сферах, которые так или иначе к этому законопроекту относятся. Разработчиков обязательно, а чаще всего это какой-то федеральный орган исполнительной власти, смежные органы исполнительной власти, так называемых потребителей закона, то есть граждан, которые с ним жить, и применителей, правоприменителей, которым с этим законом работать. Кроме того, кстати, по большому ряду проектов федеральных законов предварительную экспертизу проводим в регионах, и здесь огромная роль отводится региональным общественным палатам, которые тоже выступают площадкой для такого обсуждения. В общем, экспертиза теперь и заключение общественной палаты — это мнение общества, мнение людей, мнение гражданского общества. Александр Владимирович Бричалов уже сказал о какой-то статистике, которую мы пытались подвести. Действительно, стараемся вовлечь в свою сферу максимальное количество социально значимых законопроектов, причем на стадии их до внесения в Государственную Думу, само собой. Иногда это бывает непросто, потому что некоторые новые проекты разрабатываются не совсем открытые, не всегда готовы авторы их обсуждать. И имеем сейчас некий уже положительный опыт этой работы, впрочем, и некоторые негативные впечатления. Мои товарищи попросили меня привести пару примеров. Ну вот, скажем, нулевые чтения по законопроекту о так называемых местных сборах или торговых сборах. Когда все узнали о том, что готовится введение местных сборов для 22 видов деятельности, конечно же, прежде всего взбудоражился малый бизнес. Общественная палата выступила здесь площадкой, на которой встретились разработчики законопроекта и все, кто будет с ним, так сказать, дальше жить и работать. И в результате обсуждений вышли на то, что на сегодняшний день достаточно, скажем, одного сбора для 5 видов торговых объектов. И в этом случае получился хороший и справедливый закон, как считают многие. И мы считаем, что хороший закон – это наш результат, результат работы гражданского общества. Были нулевые чтения по так называемому проекту глобальной лицензии, или, как многие его называют, налогу на интернет, если, так сказать, упрощенно. Дважды палата проводила эти чтения, приглашала разработчиков, все министерства ведомства откликнулись. Правда, от самого министерства разработчиков ни разу не пришло. Но, так или иначе, на сайте общественной палаты мы открыли возможность для того, чтобы каждый высказался. Ведущие эксперты, в том числе в области международного права и интеллектуальной собственности, высказались. И вот в этом случае нам кажется, что не принят закон, но это тоже результат. Это тоже результат деятельности и общественной экспертизы нулевых чтений. И даже более того, мы хотели бы сказать, что эксперты, которые собрались на нашей площадке, увлеклись и создали инициативную группу, которая выработала альтернативное предложение. Представили авторам Министерства культуры такую альтернативную идею и, в общем, с ней уже, так сказать, движутся дальше. Здесь важно то, что общественная палата России выступила как площадка, на которой действительно можно встретиться и профессионально поговорить о проблеме насущной, существующей, которая действительно требует решения, законодательного решения. Александр Владимирович говорил уже, что есть несколько законопроектов, по которым мнение палаты не было услышано. Мы понимаем, что это, так сказать, прерогатива и разработчиков, и прерогатива законодателей. Речь, наверное, идет о проектах федеральных законов о территориях, опережающих развитие, о свободном порте Владивосток, о защите туристов, выезжающих за рубеж. Были у наших экспертов серьезные соображения концептуального характера относительно основных идей этих законопроектов. Но общественная палата считает, что мы будем следить за их судьбой. Часть из них уже приняты, они вступили в силу, действуют, часть только в первом чтении. Но мы будем наблюдать за реализацией этих законов, их применением в действии. И раз уж разработчики пообещали, что после этих законов улучшится инвестиционный климат, повысится уровень защищенности граждан, мы будем ждать этого эффекта. Если он не наступит, соответственно, снова поднимается этот вопрос. Уважаемый Владимир Владимирович, я от лица своих коллег хочу поблагодарить вас за то внимание, которое вы уделяете Институту Нулевых Чтений. И, честно сказать, это для нас имеет огромное значение. Ваше внимание, ваша поддержка нашей экспертной деятельности, в том числе и ваши упоминания о ней в посланиях ежегодных. Без такой поддержки, поверьте, нам было бы гораздо тяжелее объяснять федеральным органам исполнительной власти, прежде всего, что есть мнение гражданского общества. Оно должно быть учтено. Спасибо. Спасибо вам, потому что я действительно считал и продолжаю считать, что нулевые чтения – очень важный инструмент повышения качества законотворческой работы. Чрезвычайно важная вещь, потому что не только у нас в стране, а вообще везде в мире, а в некоторых странах это даже узаконено деятельность, имею в виду лоббистскую деятельность. Она чрезвычайно активна и иногда весьма эффективна является. Я не исключаю, мы же с вами откровенно говорим, не исключаю, что и эта лоббистская деятельность может и наверняка будет распространяться и на общественную палату, имея в виду, что нулевое чтение так или иначе влияет на окончательные решения законодательно. Наверное, это неизбежно. Единственное, чего бы хотелось пожелать, это чтобы это всегда была альтернативная точка зрения, чтобы вот эти так называемые лоббисты не изловчились настолько, что использовали все инструменты для достижения исключительно своих целей. Вот об этом вас прошу всегда помнить. При таком огромном количестве законодательных актов, которые принимаются Госдумой и Советом Федерации в течение года, чрезвычайно важно знать, что думают те, кто полагают, что вопрос должен быть решен несколько иначе, тот или иной вопрос. Закон – это инструмент, который регулирует общественные отношения, отношения в обществе, отношения между людьми. И важно найти баланс этих интересов в обществе. Поэтому я вас хочу за эту работу поблагодарить и пожелать вам успехов. Спасибо, Владимир Владимирович. В январе 2015 года прошел форум «Государство и гражданское общество. Сотрудничество во имя развития». По результатам форума мы получили ваши поручения, которые, в общем-то, отработали. И вот вкратце о тех результатах исполнения ваших задач хотел бы предоставить слово Елене Тополевой-Силдуновой. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, действительно, общественная палата проделала очень большую работу для того, чтобы подготовить предложения по вашим поручениям. Но я думаю, что мы можем гордиться, в общем-то, тем документом, который у нас получился в итоге. Я могу даже, наверное, смело сказать, что в результате получилась целая дорожная карта государственной поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций. В том числе в ней содержится раздел о создании единого реестра НКО, о котором вы говорили как раз. И по этому вопросу мы провели очень большое количество консультаций, как и по другим вопросам тоже. В том числе в данном случае мы согласовывали эту тему с Министерством юстиции Российской Федерации. И договорились, что Министерство юстиции могло бы сделать такой реестр под своей гидой. Но надо сказать, что прежде всего мы видим его как ни в коем случае не какое-то дополнительное обременение для некоммерческих организаций, а наоборот возможность представить какую-то дополнительную информацию о себе. Мы видим его как некий агрегатор тех данных, которые уже сейчас содержатся в различных базах данных различных ведомств, органов статистики, например. Например, НКО предоставляет отчеты в разные органы, а соответственно никакого такого одного места сводного, где могли бы эти данные представлены быть в совокупности, до сих пор не было. Мы видим этот реестр прежде всего таким образом. И он обязательно должен предоставлять возможность НКО дополнительную информацию о себе представить, например, ссылку на свой публичный отчет, на выполненные проекты, на проведенные мероприятия. Для того, чтобы каждый, начиная от гражданина, заканчивая представителя ведомства, мог туда зайти и получить полную информацию, понять, кто чем занимается, чтобы можно было, если он будет умно организован, этот реестр, то можно сразу, например, сделать выборку, какие у нас НКО занимается, например, работой с пожилыми, кто с детьми. Потому что сейчас пока невозможно это понять. Какие, в конце концов, активно работают, а какие почему-то не ведут никакой деятельности. Кроме того, мы предполагаем, что в этом реестре можно будет выделять особые категории, отдельные категории НКО, как, например, социально ориентированные НКО могут особо там как-то выделяться. И мы, кроме того, предлагаем уже внутри социально ориентированных НКО, мы знаем, что эта категория у нас достаточно широкая, выделить еще отдельную категорию НКО повышенной социальной пользы. Мы придумали пока такое название, можно еще подумать о том, как правильно их назвать. Для чего? Ну, вообще аналоги существуют во многих странах мира, и в основном такое разделение делается для того, чтобы каким-то категориям наиболее привилегированные какие-то условия, прежде всего, особый налоговый статус предоставлять. Но тема эта, мы знаем, больная, и в прошлый раз тогда в январе мы когда это обсуждали, то вы нас так предостерегли от таких каких-то неосторожных шагов, потому что действительно налоговые льготы всегда чреваты, соответственно, злоупотреблениями. Но мы очень хорошо продумали этот механизм, ну, на наш взгляд. И нам кажется, что, во-первых, так как этот статус, в отличие от социально ориентированных, может быть разрешительным, то есть не заявительным, а именно им нужно будет некую работу проделать, чтобы его получить, этот статус, то, соответственно, можно все-таки поговорить и о каких-то налоговых преференциях. Ну, для начала, вот хотя бы то, что мы проработали уже с Федеральной налоговой службой, это могут быть, например, льготы по оплате налогов на имущество, землю и транспорт для этой категории НКО. Это, по прикидкам ФНС, не такая большая сумма, она не приведет к каким-то очень большим потерям бюджета. Это, вот, например, по 2014 году в общей сложности сумма всех этих налогов, уплаченных НКО, составила около 43 миллионов рублей по Российской Федерации. Поэтому, может быть, можно было бы на это пойти для начала. Кроме того, вот, например, очень актуальная такая экономическая проблема для НКО – это арендная плата и плата за коммунальные платежи. Это, вот, коллеги не дадут соврать, что это реально то, что очень многие маленькие НКО особенно волнуют. Тоже можно было бы подумать, чтобы, хотя в некоторых регионах уже это делают, но не очень это распространено, чтобы организация вот с этим статусом, например, в регионах в первую очередь предоставляли бы арендную и оплату коммунальных платежей по каким-то льготным расценкам, ну, или бесплатно там, где это возможно. Вот, а для того, чтобы этот статус получить, мы предполагаем, что, во-первых, должны быть очень, конечно, четкие критерии присуждения этого статуса. Мы их тоже предложили, я сейчас не буду вдаваться, наверное, в детали, чтобы не отнимать время, но должна быть создана специальная комиссия, на наш взгляд, например, при Министерстве юстиции, в которую должны входить и представители ведомств соответствующих, там, Минэкономразвития, например, там, может быть, прокуратуры, и представители общественных структур, таких как Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата субъектов Российской Федерации, представители, например, Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, соответственно, НКО собирает документы, подает в эту комиссию, комиссия рассматривает, насколько действительно она этим критериям соответствует и принимает решение о присвоении, либо неприсвоении этого статуса. Вот, поэтому, вот, предложения у нас такие, и, конечно, хотелось бы, чтобы и все другие предложения наши, вот я говорю, мне кажется, там много полезных есть идей, тоже были взяты в разработку, и, в частности, продолжилась бы, например, государственная поддержка НКО, которая уже сейчас идет по линии президентских грантов, и очень, конечно, отрадно, что она не сократилась, несмотря, там, на какие-то сложности, может быть, и мы отстояли все вместе программу поддержки социально-ориентированных НКО, которые Минэкономразвития осуществляет, но тут хотели бы вашей поддержке тоже, чтобы эта программа сохранилась, потому что на нее периодически в Минфине покушаются. Спасибо. Во-первых, я в целом хотел бы два слова сказать об этом вашем направлении деятельности. Общественная палата, общероссийский народный фронт – это такие широкие, большие инструменты, и, скажем, общественная палата в регионах, о которых мы только что говорили, это все инструменты балансировки интересов общества. Очень важный инструмент, очень, чтобы не было какой-то монополии, кого бы то ни было, либо административных органов, муниципальных, на жизнь в районе, в городе, в государстве в целом. Это инструмент балансировки чрезвычайно важный. В этом смысле нам нужны обязательные некоммерческие организации, которые являются еще более тонким инструментом достижения этого баланса, интересов. Поэтому мы, безусловно, поддерживали и будем поддерживать это направление деятельности. Нужны ли какие-то льготы дополнительные? Какая-то поддержка точно нужна. Я в этом даже не сомневаюсь, потому что есть некоторые вещи, которые совершенно… Сейчас не буду их воспроизводить, они смотрятся несправедливо, потому что некоммерческие организации сталкиваются с определенной нагрузкой со стороны фискальных органов, а в общем и целом их деятельность не направлена на извлечение прибыли. Вот это чрезвычайно важная вещь. Но здесь подстерегают нас и опасности, о которых вы сейчас сказали, это льготирование по налогам, потому что как только льготы появляются, это так под видом общественной деятельности и НКО, появляются производства, которые делают всё, от гвоздей до бриллиантов, и всё вроде как под видом НКО. Отследить это, отадминистрировать очень сложно, иногда практически невозможно. Поэтому давайте вместе будем думать над системой поддержки и иметь в виду то обстоятельство, о котором я сейчас сказал. 43 миллиона, вы сказали, будет выигрыш от каких-то льгот по налогам. Но мы ведь для того, чтобы поддержать и средства, выделяемые из бюджета, на субсидирование деятельности, там речь не о 43 миллионах, а о миллиардах. Поэтому можно добавить туда, может быть, я сейчас не утверждаю, это не окончательное решение, может быть, добавить лучше 43 миллиона, чем создавать условия, когда у государства из-под носа утащивают миллиарды. Вот тут просто нужно на это внимательно посмотреть. Вот это первая часть. Вторая, много споров было вокруг так называемых иностранных агентов. Ну, вроде как бы не хотелось опять возвращаться к этому. Между тем, я считаю и соглашаюсь с теми коллегами, которые говорят, что некоторые вещи требуют дополнительной корректировки. Это правда. Я сам с этим сталкивался, и ясно, что вот те формировки, которые есть в законе, они не единообразно понимаются и в целом иногда наносят ущерб даже деятельности абсолютно лояльным, пророссийским, рассчитанным на помощь людям, организациям. Но и всё-таки вот последнее свидетельство говорит о том, практика работы показывает и говорит о том, что не случайно и не напрасно мы ввели вот это понятие. Вот недавнее событие, связанное, уж не помню, как эта организация называется, которое якобы заботится о потребителях, и начала давать рекомендации по поводу того, как вести себя нашим туристам в Крыму и как относиться к решению вопросов со собственностью в Крыму. Вот это что называется? Это забота о гражданах России? Нет. Это обслуживание интересов иностранных государств в отношении России. Вот именно для этого и вводилось это понятие, понятие «иностранный агент», чтобы иностранные государства не использовали инструментов подобного рода для вмешательства в наши внутриполитические дела. Но, тем не менее, и эта сфера деятельности нуждается в дополнительной регламентации и в дополнительном анализе и принятии соответствующих решений. Поэтому мы вместе с вами будем все это дальше делать. Спасибо большое. Владимир Владимирович, у нас с самого начала одним из приоритетов, главный вообще приоритет работы Общественной палаты России, это были коммуникации с региональными общественными палатами. Можно вообще сказать, что Общественная палата России – это не только 165 ее членов, но и вообще все те и активисты, и общественники, которые увлечены в нашу работу. И поэтому в большей степени повестка Общественной палаты Российской Федерации, она состоит из предложений, инициатив и сигналов Общественных палат в регионах. И вот по одной из тем, тема острая, ее обсуждает Общероссийский народный фронт и, соответственно, наши региональные общественные палаты – это СМИ. Я хотел бы предоставить слово Усенко Андрею Леонидовичу, секретарю Общественной палаты Киевской области. Уважаемый Владимир Владимирович, добрый день, уважаемые коллеги. Общественная палата – сравнительно молодой институт гражданского общества, есть гораздо более возрастные. Вот об одном из них, о средствах массовой информации, я как раз и хотел бы задать вопрос. СМИ – один из базовых институтов, но только в том случае, когда он объективен и независим. Конечно, об абсолютной независимости речи не идет, ее не существует, но когда одним из основных заказчиков для СМИ становятся органы власти, к сожалению, уже перестает идти речь и об объективности. Это реализуется и через прямое давление, порой и через фактическую покупку средств массовой информации, и через такой относительный подкуп путем госконтрактов, так называемых, на информационное освещение. Понятно, что в этих контрактах ни слова ни о критике, ни об объективной подаче информации не упоминается. Мы действительно по некоторым темам работаем совместно с Общероссийским народным фронтом в регионах, объединяем усилия. И вот не так давно было проведено исследование такой взаимосвязи между бюджетными расходами на СМИ и положительными, отрицательными упоминаниями в публикациях в материалах органов региональной власти. Но цифры не просто такие показательные, они говорят прямо за себя. И понятно, что возникает логичный в обществе вопрос, а что же лучше, говорить или делать. Потому что на те деньги, которые в некоторых регионах тратятся на СМИ, мы бы в Кировской области точно построили несколько детских садов или школ. Не кажется ли вам, что подобная практика в долгосрочной именно перспективе, если думать не о сегодняшнем дне, не о предстоящих выборах, а именно о долгосрочной перспективе, она крайне вредна не только для общества, но и для органов власти и государства в целом. Потому что СМИ, как один из основных инструментов обратной связи и общественного контроля, подпадая под влияние органов власти через те или иные механизмы, этот функционал теряют. Кажется, полностью с вами согласен. Так оно и есть. И, конечно, власть любого уровня, муниципальная, региональная, общенациональная, должна, обязана освещать свою деятельность. И для этого необходимо выделять какие-то средства. Потому что без финансового обеспечения сделать вообще ничего невозможно. Но эти средства должны быть ограничены, а информация должна быть сухая. Она должна констатировать определенные факты, не более того. А если деньги из бюджета выделяются на пиар по существу конкретных лиц и чиновников, то ничего хорошего здесь нет. Это, по сути, не целевое использование средств. И нужно изобрести такую формулу, которая не позволила бы деньги, которые можно было бы, как вы сказали, использовать для решения социальной задачи, в частности, на строительство детских садов. Статить на этот голый пиар. Полностью согласен. Нужно, ну, я уже правительство просил подумать над этими инструментами защиты. И администрация нам предлагает всякие решения. Мы будем всячески ограничивать расходы. Но ведь у нас народ изобретательный, тут же сейчас придумают какие-то другие источники, вроде как и небюджетные, подконтрольный бизнес будут привлекать к этому и так далее. Поэтому общественный контроль и профессиональная оценка сообщества в высшей степени востребованы. И это направление деятельности тоже. Но есть еще одна опасность, с которой мы сталкиваемся в последнее время. Вот вы говорили о фактически подкупе, а есть еще и другая составляющая – откуп. Понимаете? Платят за то, чтобы ничего плохого не писали. А те, кто могут написать, занимаются шантажом, в том числе и некоторые представители вашего цеха. Поэтому нужно внимательно наблюдать за тем, что происходит и в одном сообществе административно-бюрократическом, и во втором. Вот понятно, о чем я говорю. Это непростая работа, но она должна вестись постоянно. Спасибо. Владимир Владимирович, вы совершенно справедливо упомянули функцию общественного контроля. Мы как раз с коллегами, обсуждая эту тему, вчера говорили, что можно придумать любые правовые конструкции, ограничения, соответственно, бюджетов и так далее. Но, наверное, наиболее такой, имеется в виду на практике, полезные и действенные функции – это когда, как кажется, общественные палаты будут выполнять региональные функции общественного контроля, и по итогу, может быть, каждого года приглашать и главу региона, и главу города обсуждать вот те самые бюджеты, те самые результаты по СМИ, которые мы получаем. И в продолжении этой темы год у нас действует закон об основах общественного контроля в Российской Федерации. Я хотел бы предоставить слово члену общественной палаты Пермского края Светлане Денисовой. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, прошел почти год, как действует федеральный закон об основах общественного контроля в Российской Федерации. Складывается правоприменительная практика. Надо сказать, что есть положительные примеры. И, например, у нас при Общественной палате Пермского края действует региональная группа общественных наблюдателей. По утвержденным методикам они проводят общественные проверки в стационарах больниц, в интернатах для престарелых инвалидов, в психоневрологических интернатах. По результатам этих общественных проверок составляются акты, они направляются в администрацию учреждения, в ведомство. И я хочу отметить, что администрация учреждений, ведомство Пермского края внимательно прислушиваются к мнению общественных наблюдателей. И в качестве примера я хочу привести, что буквально вот на прошлой неделе у нас было заседание комиссии нашей по общественному контролю вместе с общественными наблюдателями, вместе с представителями Министерства здравоохранения, социального развития Пермского края. Мы обсуждали выезды, как раз было три выезда в стационары больниц, в районные больницы. И общественные наблюдатели замечают те вещи, которые, к сожалению, не видят официальные проверки. И для нас было очень важно, когда представитель Министерства здравоохранения нам сказал, вы знаете, у них незамыленный взгляд. Они видят то, я бывала в этих больницах, но я не видела этого. Они видят то, вот с точки зрения прав пациента и с точки зрения удобства пациента нахождения в этих учреждениях. Но, как всегда бывает, есть и проблемы применения этого закона. И вот на форумах сообщества, которые проводит Общественная палата Российской Федерации, мы вместе с коллегами из региональных общественных палат, с гражданскими активистами обсуждали вопрос формирования общественных советов при региональных органах власти. И надо отметить, что зачастую бывает так, что формируют эти советы самые ведомства, людей они туда подбирают удобных для себя. А вы как хотели, конечно. Вот. И, собственно говоря, говорить о функции общественного контроля со стороны этих советов уже говорить не приходится. А я позволю себе напомнить, уважаемые коллеги, что по закону об общественном контроле общественные советы у нас тоже являются субъектами общественного контроля. Но вот сегодня Александр Владимирович уже сказал, что подготовлены новые законопроекты о формировании общественных советов при федеральных органах власти. Мы надеемся на положительную практику применения этих изменений. Очень надеемся, что будет проведен мониторинг, как это будет. И наше предложение заключается в том, что если все-таки это будет положительная практика, все эти изменения дадут результат, то рассмотреть целесообразность внесения изменений в статью 13 закон об общественном контроле в части формирования именно и региональных, вернее, общественных советов при региональных органах власти. Нам все-таки видится, что региональные общественные палаты должны принимать более активное участие в формировании. А как это сделать? У вас идеи есть какие-то? Как сформулировать вот это? Это непростая задача. Ну, непростая. Как сформулировать эти требования, эту статью? Есть. Есть? Есть. Давайте. И видимо. Я с вами согласен полностью. Это непростая задача. Ведь, ну, естественно, орган власти или федеральный орган власти какой-то, либо региональный формирует, когда общественную палату. Ну, чего греха таить? Мы же все люди, да? Мы назначили вас таким министром. Вы будете формировать общественную палату. Вы что, критиков туда свой пригласите? Нет. Вы пригласите людей, которые говорят вам приятные вещи. Ну, или, как минимум, благожелательных экспертов, мнение которых можно использовать вовне и для себя, чтобы учесть. Ну, умный человек так сделает. Ну, а каких тут людей настоярных критически вы вряд ли вообще пригласите. Ну, нам не нужно создавать боевые действия вокруг региональных органов власти, но нужна точно совершенно независимая такая хорошая открытая экспертиза всех решений, которые принимаются на уровне регионов. Это чрезвычайно важная вещь. Россия, да и любая страна, регионами живет. Поэтому от качества работы управленческих команд регионов очень многое зависит. И в этом смысле вот общественный контроль, он чрезвычайно важен на этом уровне. Но как вот как сформулировать вот эти требования к общественному, к общественным этим палатам, ну, не палатам, в данном случае, общественным советам при региональном. Ну, давайте предложение свое, ладно? Очень важный вопрос. Очень. Спасибо. Владимир Владимирович, мы посмотрим, как у нас будет реализован вот новый формат формирования общественных советов при федеральных органах исполнительной власти. Если он даже даст ожидаемые положительные результаты и практику, то попробуем адаптировать это на региональном уровне. А что касается федерального порядка, то здесь, вы очень верно заметили, есть принцип двух ключей. Чтобы не создавать, так сказать, постоянное напряжение для министра, есть право министра согласовать тех кандидатов, которые, в частности, будут представлять общественная палата России и экспертный совет при открытом правительстве. Вот, наверное, вторым шагом мы вернемся к теме формирования общественных советов при региональных органах исполнительной власти. Один из вопросов, который мы в течение года ввели, это тема добросовестных приобретателей. И с коротким сообщением Александр Ильич Музыканский по данному вопросу. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Вот вопрос мой называется о защите прав добросовестных приобретателей. Но это такая категория граждан, которые в последнее время попадают в исключительно неблагоприятные ситуации. Дважды эта тема обсуждалась на слушаниях в общественной палате. по этому поводу мнения писали и уполномоченные по правам человека, и региональные, и федеральные. Пресса несколько, десятка публикаций на эту тему, но ситуация не меняется. В чем заключается проблема? Типичный сценарий следующий. Гражданин купил на вторичном рынке квартиру. Проверил действительно запись в едином государственном реестре прав. Все нормально. Собственность записана, обременений никаких нет. Живет себе. Живет 3, 5, 8 лет. А потом выясняется, что оказывается та приватизация первичная, о которой он знает, не знает, и после которой прошло уже несколько перепродаж, произведена мошенническим образом, она не могла произойти без участия чиновников, которые отвечают за жилищную программу. Они же подготавливают все эти бумаги. Но тем не менее, установивший такой факт, этот же самый орган, который допустил мошенническую приватизацию, подает иск в суд. И предмет иска такой. Изъять из незаконного владения, лишить регистрации, выселить. И он подает это вот к этому самому добросовестному приобретателю, который знает, ничего не знал, что произошло там 5, 6, 8 лет назад. Вот таких случаев в Москве сотни. По России, наверное, еще больше их очень трудно выяснить, потому что статистика судебная немножко плохо устроена. Но вот вопрос. Почему вот законопослушные граждане, вся вина которой заключается в том, что они поверили государственным органам, что они честно провели приватизацию, честно провели регистрацию, вот они в это все поверили, а теперь они страдают вот таким вот образом. Вот я хочу сказать, что проблема может быть решена очень просто. Если позволите, я маленькую цитату приведу. Всего 6 строчек. 6 строчек цитата. Вот послушайте. Значит, по мнению общественной палаты, вообще бы такая ситуация не возникла, если бы суды придерживались того, что записано в основном законе, в Конституции. Вот эта маленькая цитата. «Признание высшей ценности прав и свобод человека означает приоритет прав и свобод человека в деятельности всех органов государства, их ориентацию на эти права и свободы. Удовлетворяя иски вот этих органов власти, будет означать полную защиту интересов субъекта без учета положения основного закона Российской Федерации в обязанности государства защищать человека, являющийся, как провозглашено Конституцией, высшей ценностью. Несмотря на то, что собственник, в данном случае субъект Федерации, имеет право, утративший имущество, обладает правом на его виндикацию добросовестного приобретателя, но суд принимает внимание, что у субъекта имеются иные способы, предусмотренные гражданским кодексом, в частности, путем подачи исков тем самым мошенникам, которые допустили эту приватизацию. Вот это цитата не декларации какой-то правозащитной организации, как может показаться, а это цитата иступившего в законную силу решения суда. Основываясь на этих аргументах, суд отказал органу власти, подавшему иск против добросовестного приобретателя, в удовлетворении этого иска. И что интересно, что даже апелляции не было со стороны органа власти. Но таких решений только два. А многие сотни, наоборот, принимают решения в пользу государственного органа, подавшего такой иск. Ну вот, я перехожу к предложениям, которые все-таки нужно сделать, ситуация совсем ненормальная, как вы понимаете. И предложения вот какие. Во-первых, нужно резко усилить роль регистрации. Вот запись в ЕГРП должна быть единственным документом, так и написано в законе, она должна быть единственным документом, который гарантирует чистоту этой сделки. И не должен, как предлагает Верховный суд, человек, желающий купить жилье, еще проверять все-все-все вот эти вот цепочки. А имел ли право, а было ли там у него право основания, у него нет для этого возможности. Государство же проверило это все и гарантировало. Помните, как профессор Преображенский просил своего собеседника, дайте мне такую бумажку, чтобы была всем бумажкам бумажка. Вот, к сожалению, прошло 90 лет, а у нас таких бумажек не было. Бронь, он говорил. Бронь. Чтобы бронь была, чтобы была бронь. Правильно, совершенно. Вот 90, через 90 лет мы опять говорим, собственник должен иметь бумажку в виде брони, которая гарантирует его возможности. Второе предложение. Верховный суд иногда принимает правильные решения, но он, к сожалению, облекает их в такую форму, которая не позволяет пересмотреть уже ранее принятые решения, которые противоречат новым его указаниям. И вот здесь получается, что существует два вида решений в отношении одного и того же, одной и той же ситуации. Одни приняты ранее, другие приняты потом. Одни так трактуют ситуацию, другие, как Верховный суд указал там через 4 года. Оба эти решения вступили в законную силу, и оба, значит, вроде бы являются законными. Но не может в правовой системе существовать такая ситуация. Но Верховный суд отказывается принимать документы, которые позволили бы гражданам обратиться в соответствии с Гражданским кодексом по пересмотру вновь принятых решений. Ну вот и при обсуждении говорили, что как же, мол, Верховному суду указывать нельзя, вмешиваться нельзя. Ну хорошо. Верховному суду нельзя. Ну вот третье предложение. Вот все время критикуют, что Государственная Дума много всего запрещает. Но вот один запрет я бы поддержал. Вот можно ли запретить органы власти предъявлять и поддерживать диски против добросовестных приобретателей? Вот такой вот указ, закон и прочее. Вот я бы такой запрет поддержал. И в заключение, чтобы вы почувствовали всю остроту ситуации. После одного из обсуждений мы в резолюции слушных записали такую фразу. И сейчас идет дискуссия о том, стоит ли писать проект окончательного заключения, который сейчас готовится в общественной палате. Фраза такая, что до того момента, пока на этом вторичном рынке не будет наведен порядок, вот в частности не будут выполнены вот эти предложения или какие-то другие, для того, чтобы защитить гражданина, не остается ничего другого, кроме как рекомендовать ему воздержаться от покупки жилья на вторичном рынке. Иначе к тебе все равно придут через пять лет, через семь, через восемь. Спасибо. В общем, просили бы Ваши подмежки. Первое, что я хочу Вам сказать, что я полностью с Вами согласен, вот полностью, абсолютно, убежден, что если речь идет действительно о добросовестном приобретателе, а проблемы возникли из-за ненадлежащего исполнения органами власти своей функции, то добросовестный приобретатель должен быть освобожден от любых проблем, которые с этим связаны. Государство допустило ошибку, и государство обязано эту ошибку решать самостоятельно. Право гражданина, если у него отберут жилье, обратиться с регрессным иском к тому, кто его надул, не имеет никакой перспективы решения, потому что человека просто загоняют по этим самым судебным инстанциям. И поэтому это не решение проблемы, это профанация. Но я не знаю, какой из способов решения наиболее приемлем в данном случае. Но, конечно, нужно усиливать роль регистрационных палат и регистрации вообще. Это все сейчас, по-моему, все уже передано в Министерство экономического развития, в регистрационную палату. Что касается Верховного суда, ему нельзя указывать, но можно попросить еще раз вернуться к этому, дать соответствующее разъяснение общего порядка. Можно и принять, наверное, отдельное законодательное решение и попросить депутатов Государственной Думы рассмотреть разные варианты защиты интересов граждан. Но есть еще один способ. Вы, по сути, с него начали, но не упомянули и не финализировали его. В чем он заключается? Вы сказали, что сегодняшняя ситуация явно противоречит Конституции. Можно обратиться в Конституционный суд, чтобы Конституционный суд принял соответствующее решение. Все эти варианты решения проблемы возможны. Обязательно над этим поработаем. Спасибо, что Вы обратили на это внимание. Спасибо, Владимир Владимирович. В течение этого года мы, Общественная палата России, особое внимание уделяла поддержке некоммерческих организаций, занимающихся поддержкой семьи, материнства и детства. 1 и 2 июня этого года у нас прошла большая конференция на эту тему. В результате около 50 таких некоммерческих организаций, наиболее активных, создали ассоциацию. И вот по данному вопросу хотел бы предоставить слово члену Общественной палаты Пензенской области Анне Кузнецовой. Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, хочется сказать, что сегодня особенно ярко звучит тема поддержки общественных организаций и тема поддержки общественных инициатив в области защиты семейных ценностей важна для меня не только как руководители общественных организаций, члены Общественной палаты, но и как для многодетной мамы пятерых детей. Сегодня, к счастью, наблюдается положительная динамика рождаемости, но, безусловно, демографическая ситуация остается непростой. Поэтому поддержка общественных инициатив в этой области, на наш взгляд, в дополнение к мерам господдержки, таким как материнский капитал, особенно важна. Общественные организации, просемейные, как мы их между собой называем, работают во всех регионах Российской Федерации. Они, несмотря на скудный бюджет, на небольшой штатный состав, но благодаря такой вот сильной внутренней мотивации, создают кризисные центры, помогают неполным и приемным семьям, ведут бесплатные консультирования и помогают семьями с детьми-инвалидами и ведут многочисленную работу в области информационного просвещения молодежи. Конечно, теперь все ярче становится для нас, вот для руководителей общественных организаций, понимание новых проблем, которые встают между нами, которые только собственными силами решить будет сложно. А именно это формирование единой методической базы, повышение квалификации собственных сотрудников, потому что мы имеем дело непосредственно с мамами. детьми, это большая ответственность для нас. И, с другой стороны, неоднозначное отношение региональной власти к некоторым общественным организациям. Безусловно, здесь видится межведомственное, межсекторное такое предложение. Для нас мы видим для себя в создании ресурсных, координационно-ресурсных центров для поддержки таких просемейных общественных организаций. И, в том числе, вот как предложение внести данную задачу в концепцию современной социальной политики семейной на 15-25-е годы, о создании такой задачи региональной, на базе региональных, при содействии региональных властей на базе существующих некоммерческих организаций, но активно работающих, конечно, создания таких вот просемейных ресурсных центров. И мы разработали модель, типовую модель ресурсного центра, которая сейчас уже есть, возможно, при содействии общественной палаты получится доработать это в более такой жизненный и серьезный механизм, чтобы эти проблемы, вот две задачи главных, были решены системно. И я думаю, что многие руководители общественных организаций могут принести очень, и их волонтеры, добровольцы, специалисты, которые сейчас есть, принесут много пользы. Самое главное, что у нас есть, это семья. Я полностью согласен, давайте подумаем, предложение только нужно, нужно подумать детали. Любые инструменты, направленные на поддержание материнства и детства, нужно поддерживать, совершенствовать, предлагать новые схемы и варианты. Давайте это сделаем, конечно. Надо только понять, что вы имеете в виду под ресурсным обеспечением. Мы создаем какую-то дополнительную структуру, требующую дополнительного бюджетного финансирования, не превратится ли она в какой-то бюрократический институт. Вот это нужно понять. Да, у нас сейчас разработана типовая модель ресурсного центра, которая предполагает именно создание единой методической базы и работы в области повышения квалификации кадров общественных организаций. Без работы единой такой стратегической задачи, чтобы было легче тем организациям, которые только встают на ноги. Сейчас есть достаточно механизмов, количество общественных организаций увеличилось, поэтому необходимо работать и над качеством тех услуг, которые они оказывают. Как получить ваше предложение? Мы предложение направим. Мы этот вопрос также обсуждаем с Минтрудом, поэтому общее понимание есть. То есть вы с коллегами работаете? Да, безусловно. И они присутствовали на той самой конференции и, в общем-то, констатировали факт, что, наверное, актуальная сейчас тема, потому что действительно идет подъем, вот как следствие той программы, которую вы инициировали по рождаемости, по поддержке материнства, идет очень серьезный подъем среди некоммерческого сектора в этом направлении. И, конечно, методологическая, правовая иная такая вот помощь, она сейчас необходима. Поэтому в ближайшее время сформулируем, все более четко и вам тогда направим. Владимир Владимирович, у нас еще есть несколько вопросов. Позвольте, одна из таких очень важных и живых тем, которая обсуждается также общероссийским народным фронтом, это инклюзивное образование. И хотел бы предоставить одному из самых активных членов Общественной палаты России Диане Гурской слово с коротким сообщением по данному вопросу. Уважаемый Владимир Владимирович, хочу привлечь ваше внимание к проблеме особенного образования. На практике происходит, по сути, ликвидация специальных детских садов и школ под предлогом создания инклюзивных учебных заведений. Однако нельзя забывать, что одна из важнейших задач коррекционного образования – это избежать инвалидизации ребенка. А инклюзивное образование подразумевает интеграцию детей-инвалидов в повседневную школьную жизнь. Общественная палата считает, что внедрение инклюзии должно быть постепенным, без ущерба к качеству образования детей с ограниченными возможностями. Один из последних примеров в Череповце – начальную школу детский сад для незрячих детей номер 58 присоединили к школе для слабослышащих. Это совершенно разные методики реабилитации. То есть в данном случае не слабовидящие незрячие и не слабослышащие дети не получат нормального образования. Уважаемый Владимир Владимирович, мы знаем, что эта тема очень важна для вас. И вы обращали на нее внимание в 2014 году. Проблема есть, проблема не уходит. Мы, как общественная палата, проведем масштабный мониторинг вместе с региональными палатами и обязательно вам доложим и результаты, и предложения. Мы, конечно же, рассчитываем на вашу помощь. Спасибо большое. Спасибо вам. Конечно, инклюзивное образование важно, и мы будем его дальше развивать. Думаю, что здесь и сомнений нет. Но если происходят такие вещи, о которых вы сейчас сказали, ну ерунда, конечно. Но нужно делать все, чтобы дети без всяких ограничений по здоровью общались со своими сверстниками, у которых такие ограничения есть. А если мы в данном случае объединяем две категории совершенно разных людей с проблемами по здоровью, то это, конечно, не приводит к должному результату. Это, собственно, цели не достигается совершенно. А это значит, что, видимо, в регулировании есть какие-то упущения. Буду благодарен вам за этот анализ и предложение. Спасибо. Владимир Владимирович, еще буквально пару вопросов. Наверное, одна из самых-самых таких живых тем в рамках своих форумов, наших форумов сообщества, когда мы в регионах общаемся с представителями некоммерческих организаций, мы особое внимание уделяем селу и малым территориям. Самые разные звучат предложения, но вывод один. Это такая категория, с одной стороны, как мы считаем, наиболее ценных общественников и гражданских активистов, которые в малых территориях, в селах, в деревнях занимаются вот такой общественной деятельностью, а с другой стороны, у них по объективным причинам больше всего проблем. Они имеют меньший доступ и к грантовой поддержке, и к инфраструктуре. Мы своими силами будем проводить очень много в этом направлении работы, и я думаю, что в следующем году мы сделаем несколько проектов для поддержки таких НКО. Но есть и системные такие проблемы, о которых я бы попросил сказать Александру Владимировичу Шипулину, члену общественной оплаты Российской Федерации. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, я как фермер и как глава большой семьи, мы с женой воспитали восьмерых детей, из них шестероприемных, сегодня 12 внуков, живем на хуторе кубанском. И нас очень волнует то, что происходит сегодня на селе. Качество жизни не очень высокое, да и зарплата вдвое меньше, чем в среднем. И одна из главных причин – это отсутствие учреждений культуры. Вот статистика говорит, что более чем в 100 тысячах сел и хуторов, а это две трети от общего числа, нету никаких учреждений культуры. И именно поэтому население и села перетекает в город, особенно молодежь. Только за последние 14 лет сельское население уменьшилось более чем на 2,3 миллиона человек. Правительство Российской Федерации приняло программу устойчивого развития сельских территорий на 2014-2017 год. И там предусмотрено около 4 миллионов рублей для решения именно этой проблемы. Миллиард. Миллиард. Миллиард рублей для решения именно этой проблемы. Но по тем нормативам, которые сегодня существуют, это будет построено около 30 учреждений культурно-досуговых учреждений населения. Это, конечно, капля в море, потому что 100 тысяч сел и 30 учреждений. Но выход из этого положения есть, мы его видим. И на своем хуторе Восточном, в Ленинградском районе Краснодарского края, где я живу уже более 20 лет, мы восстановили клуб, и на это потребовалось всего 3,5 миллиона рублей. Для этого мы задействовали активность самих хуторян. Я считаю, это самая настоящая НКО, социально направленная. И вот поражает то обстоятельство, что очень мало уделяется этому развитию этого движения внимания, потому что за 2014-й год, по данным, которые совсем недавно стали известными, из 190 миллионов рублей, которые направлены были через Министерство сельского хозяйства гранатовой поддержки, использовано лишь 72 миллиона рублей. А остальные были возвращены в бюджет. Поэтому мне хотелось бы попросить вас больше обращать внимание на НКО именно в сельской местности. Я уверяю вас, что результат будет очень быстрый и хороший. Спасибо. Я добавлю буквально, прозвучало 4 миллиарда рублей, и действительно, официально ожидаемый результат 30 объектов. Мы посчитали, это примерно 130 миллионов рублей на объект. При этом разные есть у нас примеры от 3,5 миллионов рублей восстановления до 6-8 миллионов. Это все-таки речь идет о селе и о деревне. Поэтому мы не раз говорим о том, что сейчас очень важно эффективно тратить бюджетный рубль. Мы посчитали, что на эту сумму, наверное, можно постановить и организовать около тысячи таких объектов. Поэтому просим вас обратить на это внимание, возможно, дать поручение пересмотреть именно в части бюджетных вопросов данную программу. А что касается программы Министерства сельского хозяйства, ведь, с одной стороны, и вы, и мы не раз слышим о том, что не хватает денег и для НКО в качестве гранатовой поддержки, но здесь, видимо, налицо такой вот разрыв информационный. Видимо, и министры на местах в регионах не заинтересованы в продвижении такой программы. 118 миллионов рублей, вернувшихся в бюджет, это же огромное подспорье. Это большая часть некоммерческих организаций на селе получили бы финансирование, потому что им много денег не надо. Мы смотрели, вот средняя сумма, когда у нас есть и премия, я гражданин. И вот в Кандапожском районе Карелии выбрал очень интересный такой общественник 200 тысяч рублей. Он сказал, я сейчас развернусь теперь деятельность. Поэтому вот хотели бы обратить ваше внимание на эффективность данных мер поддержки. Что можно сказать, что если даже при наличии финансирования проблема не решается, а деньги возвращаются в бюджет, то это говорит о невнимании к этому вопросу или о недостаточном внимании. Это первое. Второе. Деньги, которые предусматриваются из федерального бюджета, они ведь должны просто создавать условия для того, чтобы подтолкнуть это тоже самое движение из денег, из региональных и муниципальных бюджетов. Из федерального уровня все проблемы на селе, особенно в муниципалитетах, не решить. Это просто нереально и невозможно. Я думаю, что и вот такие дорогостоящие проекты, о которых вы сказали, там по сто с лишним миллионов рублей за объект, это, наверное, связано с идеологией того, что речь о каких-то крупных центрах на селе, которые должны быть определенными центрами, вокруг которых должна складываться соответствующая инфраструктура. Но если сами люди, которые живут на селе, считают, что было бы целесообразнее истратить эти выделяемые средства на то, чтобы создавать сеть более мелких, но востребованных учреждений культуры на селе, то, наверное, нужно пойти и по этому пути. Я вам обещаю, что мы обязательно с коллегами этот вопрос обсудим. Я поговорю и с министром сельского хозяйства, тем более, что он знает потребности Кубани, как никто другой. Много сделал для Кубани, когда работал в качестве губернатора, знает проблемы села очень хорошо, обязательно с ним поговорим, поговорим с министерством культуры. В общем, я постараюсь так, чтобы между двумя ведомствами состоялся такой предметный диалог с позитивным результатом. Владимир Владимирович, совсем недавно у нас такой произошел эпизод утра, у общественной палаты 10 воспитанников кадетского училища из Воронежа стоят в две шеренги и требуют общения с общественностью. Мы их удовлетворили, занимался этим Вячеслав Алексеевич Бочаров, и через этот эпизод мы решили вникнуть в проблему кадетского образования, провели очень большую работу. И позвольте с коротким выступлением члены общественной палаты, герой РСИ Вячеслав Алексеевич Бочаров. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Эта тема, наверное, созвучна с той темой, которая подымала дианность, система образования, и я буду говорить о кадетском образовании, и хотел бы обратить внимание на те проблемы, которые существуют среди учебных заведений кадетского профиля и которые не позволяют по-настоящему стать им настоящей кузнецей по подготовке молодых людей для прохождения службы на военном поприще или на поприще гражданской службы. В 2012 году вы посетили в Краснодаре кадетский корпус. И вы тогда не удержались от эмоций и сказали «здорово!», а дальше продолжили, что вы будете уделять пристальное внимание, подготовке молодых людей к военной службе и подготовке будущих офицерских кадров. И что государство берет на себя обязательства по всемирному развитию системы кадетских корпусов и суворовских училищ. В настоящий момент у нас в стране 240 кадетских корпусов. Они все разноведомственные, и поэтому проблемы у всех абсолютно разные. Когда мы начали изучать проблемы, связанные с кадетским образованием, то мы, конечно, обратились в первую очередь к закону, федеральный закон 273-й об образовании. И там одна статья, 86-я, касается именно темы кадетского образования. Но вы понимаете, вот даже вот просто бегло посмотреть на эту статью в законе об образовании, можно понять, что как к таковому кадетскому образованию отнеслись абсолютно поверхностно. Потому что, во-первых, кадетское образование – это просто образование как дополнительное образование, по принципу дополнительного образования. Хотя задача ставится большая – это подготовка людей государственной военной или государственной гражданской службы. Так в статье записано. Эта статья определяет 15 льготных категорий детей. Получается, что уже льготные категории начинают между собой конкурировать. А кому же из них быть кадетом? Кроме того, там есть такие ляпсусы, я по-другому назвать не могу, как в льготную категорию попадают дети полных кавалеров Ордена Славы. У нас последнее награждение в 1945 году было. И это уже не дети, это уже правнуки. А также попадают дети героев Советского Союза. Тоже не попадают. А вот эти вот ляпсусы – директора кадетских корпусов обязаны в свои уставные документы переписывать, потому что они руководствуются федеральным законом. Александр Владимирович сказал, что уже к нам приходили не только индивидуальные письменные обращения или коллективные обращения, но к нам приходили уже непосредственно кадеты с проблемами, которые возникают в их учебных заведениях. Поэтому мы провели и слушания в общественной палате, и выездные слушания, выезжали в Воронежскую область. Я встречался со многими директорами кадетских корпусов разных ведомств. И зная, что сегодня состоит вот такая встреча и будет предоставлена возможность обратить внимание на проблемы кадетского образования, они настоятельно просили сказать, что у кадетского образования нет статуса. Потому что даже закон об образовании подразумевает, что кадетское образование должно иметь статус начального профессионального образования в сфере военной службы или же начального профессионального образования гражданской службы. Ведь если на одной улице находится кадетское учреждение Министерства образования, а по другую сторону просто обычная школа, то разницы никакой нет. Они оба, выпускники того и другого заведения, пользуются одинаковыми правами. То есть потраченные средства не окупаются никаким образом. Второе. Вот многоведомственность. Если все хотят стать кадетскими корпусами Министерства обороны, там все более-менее нормально. И статус есть, и денежное содержание, и педагогический воспитательный состав подобран качественно. Что нельзя сказать о кадетских корпусах Министерства образования. Они бесхозные, потому что там нет того структурного подразделения, которое бы непосредственно занималось кадетским образованием в Министерстве образования. И это, конечно, негативно отражается в целом на кадетских корпусах этого направления. Вот, посмотрите, в прошлом году в Москве первый московский кадетский корпус. И мэр Москвы Собянин презентовал его как лучшее кадетское заведение. Показаны были все помещения, корпуса, где можно будет содержать интернатское содержание. Кадетское образование, это ведь не только образование, но и воспитание. Вот там кадетское интернатское содержание. В этом году начальник корпуса ко мне пришел и говорит, интернатское образование снимается, содержание снимается. То есть ребенок пришел, отзанимался и ушел домой. Но это получается просто, ребенок ходит в военизированной форме одежды и не получает больше ничего. Это, я считаю, что откат назад от того, что было когда-то сделано раньше. И средства, опять же, потрачены зря. Кроме того, нет стандарта образования, кадетского образования. Целый ряд региональных кадетских корпусов, департаменты образования в регионах, они самостоятельно утверждают ту или иную программу образования и вводят дополнительно. Гуманитарные классы, физико-математические классы. А что касается дополнительного образования, то в некоторых корпусах до 25 программ дополнительного образования, что уже само по себе абсурдно. Подушевое финансирование кадетских корпусов Министерства образования не позволяет качественно готовить кадетов к тем задачам, которые определены вот в этой 86-й статье. И я просто не хочу занимать время всех для того, чтобы перечислять все эти проблемы. Они действительно есть. В общественной палате по результатам слушаний была определена рабочая группа, в которую вошли многие и многие представители кадетских структур. Но и были выработаны рекомендации. Но вот я хотел бы обратить внимание вот на что. Когда мы проводили слушания, планировали слушания, мы разослали приглашения во все заинтересованные ведомства. И, к сожалению, они были представлены на слушаниях, ну, естественно, не первыми, не вторыми и даже не третьими лицами. А Министерство образования вообще проигнорировало служение в общественной палате. И те рекомендации, которые мы выработали, я боюсь, что их судьба ждет незавидное. Они просто будут проигнорированы, как были проигнорированы вот те 14 законов нулевого чтения, о которых Александр Владимирович говорил. Поэтому, пользуясь случаем и понимая важность кадетского образования, его востребованность как государством, так и родителями, я хотел бы просить Вашего поручения, чтобы разобраться в системе кадетского образования в нашей стране с привлечением всех заинтересованных ведомств, общественной палаты, руководителей, директоров кадетских, корпусов, представителей общественных организаций, ветеранских общественных организаций, и прийти к единому мнению выработки стратегии в области кадетского образования, для того, чтобы оно отвечало тем чаяниям и задачам, которые стоят перед государством. Спасибо. У нас в стране после Великой Отечественной войны получилась распространение системы суворовских училищ. И было это связано, известно с чем? Это было связано с тем, что очень много сирот в стране было, детей без призора, без призорников. А в начале 90-х, как это ни странно и неожиданно оказалось для страны, для общества, вот система сиротства, в том числе социального сиротства в связи с развалом экономики, социальной сферы, она опять вспыхнула снова. Кроме всего прочего, страну захлестнула волна преступности, организованная, прямо надо сказать, гражданская война на Кавказе. Всё это привело к тому, что количество детей, которые остались опять на улице, резко увеличилось. Именно тогда возникла идея нового издания суворовских училищ, кадетских училищ. И одно из первых таких училищ мы в своё время в начале 90-х открыли в Ленинграде, а точнее в Кронштадте. И предполагалось изначально, я этим занимался активно и помогал создавать эти училища в Ленинграде, предполагалось, что это будут прежде всего ведомственные учебные заведения, прежде всего Министерство обороны. Но потом, как вы сейчас нам рассказывали, всё это приобрело более широкий характер. И сегодня это уже немножко забылось, с чего это начиналось. Но проблемы у нас, к сожалению, до сих пор окончательно не решены по детству, в том смысле, что вынимание к детям должно быть, со стороны общества, конечно, сохраняться очень высоким, в силу как раз и того самого социального сиротства, о котором я только что сказал, и которое, к сожалению, полностью тоже не изжито у нас. Поэтому то, что вы предложили, весьма востребованным является в некоторых, во многих кадетских училищах я был, и не только на Кубани, но и в других местах. Там, где я был, это выглядит очень достойно. Многие ведомства военные и военизированные инициативно начали открывать эти училища, и я считаю, что это хорошо, и слава Богу. Но, конечно, нужно общее представление и общее регулирование. Давайте это сделаем, я вам обещаю, давайте мне свои рекомендации, ну, ваши рекомендации, которые вы подготовили. Я такое поручение сформулирую коллегам в соответствующих ведомствах, и вместе с общественной палатой эту работу доведем до конца. Спасибо. Тогда заключительный вопрос. У нас сегодня звучала острая тема поддержки материнства и детства. Я бы хотел предоставить слово Юлии Зимовой. У нас вот совсем такая свежая информация, которую мы сейчас отрабатываем, она связана с материнским капиталом. Юлия, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Речь пойдет о вашем 606 указе. Там есть меры по поддержке семей, которые имеют третьих детишек и более. И мы провели тоже соответствующий мониторинг. И в ряде регионов выяснилось, что сейчас есть ряд выплат, которые предусмотрены для семей с третьими и более детьми. Но по последнему письму, которое недавно было от Минтруда, есть определенные разъяснения, следуя которым не нужно платить семьям, в которых есть усыновленные, третьи и далее дети. А не свои, а именно усыновленные. Мы бы хотели сделать на этом акцент и считаем, что здесь не совсем корректная трактовка. И, наверное, необходимо подумать еще раз о Минтруду и нам с вами о том, чтобы поддерживать усыновленные семьи в том числе, потому что они на правах, собственно, кровных детки идут. Спасибо. Я согласен. Наверняка это вопрос чисто фискального, материального характера, потому что Минфин считал, наверное, сколько денег будет востребовано, если посчитать так или так. Но я уверен, что для почти 100% семей, которые берут детей из детских домов, все дети являются своими, и в семьях не делят детей на тех, родители которых являются биологическими родителями и взятых в семью из детского дома. Поэтому это, конечно, несправедливо, согласен с вами. Я поработаю с коллегами из Минтруда, из Минфин. Я хочу вам пожелать успехов, хочу вас поблагодарить за совместную работу в течение предыдущих лет и хочу еще раз подчеркнуть, что Общественная палата выполняет очень важную функцию в стране, в обществе, в государстве по очень разным направлениям деятельности. Вот сейчас мы говорили о том, что важно для кадетских корпусов, что важно для материнства и детства, что важно для некоммерческих организаций, что важно для добросовестных приобретателей жилья и так далее. Если посмотреть на каждый из этих вопросов, вроде бы он является не таким уже и масштабным. Но все это вместе составляет основу жизни любого рядового гражданина России. А что может быть важнее? Успехов вам! Спасибо большое!